Здравствуйте! Вы смотрите ОТВ. Меня зовут Евгения Августина. И у меня есть тема для интересного разговора. Наверняка вы помните, что Емеля путешествовал на печи. Илья Муромец на ней лежал. Кстати, важную роль печь сыграла и в жизни героя сегодняшней программы Михаила Смирнова. А вот какую, вы узнаете прямо сейчас. Представим, что это у нас пол подходит. Соответственно, мы не на пол выкладываем, а на фундамент. Идет у нас дверца вот сюда будет поддувальная. Но для этого сделаем на сухую, прежде чем выкладывать что-либо. Соответственно, заранее подготовленные половинки. Проволока желательно медная, потому что стальная проволока не выдержит. Она просто прогорит. Если на поддувальные еще любая пойдет, то на топочные, к которым мы скоро подойдем, возможно только медная. Первый ряд может быть и один, и два. Это не считается ошибкой. Так же, как и здесь. Один или два. Это можно использовать уже как колесниковый ряд. Соответственно, если у нас пошли кирпичи сюда, тут у нас просто будет уже стенка глухая. Но сейчас она нам не сильно важна, потому что у нас доходит дело до очень важного прибора печного. Это топочная дверца. На данном этапе она без стекла, просто цельный чугун. И здесь самое важное то, что в последнее время печники не хотят делать. Это асбест, который вот идет по кругу, а союзивает вот эту всю штуку. Вот такой вот асбест. Шнуровой асбест. Никаких проблем с этим нет. Вот. Он свободной продажи. Он не сгорит. Он будет... Дело в том, что если просто глиной, это все вывалится. Асбест будет такой буферной зоной между кирпичом и раствором. Если мы ставим вот эту дверцу сюда, соответственно, вот эти полоски металлические, а к ним уже крепится медная проволока. Если просто закрепить на проволоку, то все это дело вывалится достаточно быстро и года не пройдет. Огнеупорный кирпич. Почему? Потому что топка маленькая. Можно было бы его сделать на ребро, но это не позволяет нам как таковых. Свойства кирпича шамотного это совсем другие, чем у красного. Он выдерживает температуру намного больше, чем красный. И он долговечен, скажем так. Вот для топки он просто необходим. Соответственно, сюда половинка режется болгаркой. Дальше цельный кирпич. Сюда тоже самое. Хотя можно и не половинку, можно и четвертинку сделать. Но самое главное соблюдать перевязку, чтобы наши швы друг на другом не шли. Иначе это все дело может на самом деле просто разлететься очень быстро. Перед тем, как положить кирпич на раствор, ведро с водой секунд на 10, чтобы пыть, грязь и поры. Иначе он пересохнет очень быстро. И все это развалится опять же. А так это будет очень даже хорошо. Ну и перемачивать не надо, иначе они не склеятся. Они должны между собой раствор и кирпич, соответственно, взаимодействовать. Вот на сухую мы выложили. Вот таким образом. Сюда подрезать половиночки. И будет у нас камера. Михаил, вы печник? Говорят, в этой профессии случайных людей не бывает. Как вас эта профессия нашла? С чего все начиналось? Знаете, печник все-таки это не профессия, это состояние души. А начиналось все достаточно далеко и давно. Мне было 10 лет. И у меня всегда была тяга к кирпичам. Я помню, первое свое изделие, это была собачья будка. То есть были кирпичи, доски и мокрый песок. От собачьей будки до печи путь, наверное, был большой. Большой. Но вот у меня тяга к камням и кирпичам была еще с детства. Я в 10 лет твердо решил, что я буду печником. Не знаю почему, откуда это. В семье печников не было. Но на моем жизненном пути, когда мне было 16 лет, мне попался великий человек Дмитрий Федорович Жаров. Он был известным печником, колоссальный вообще человек. И вот я с ним с 16 до 18 лет до армии проездил. Мы много что построили, сделали. Это был такой уникальный опыт. И потом после армии я продолжил просто работать печником. И по сей день работаю. Вот говорят, стать печником можно только таким образом, найдя себе какого-то учителя. Или есть какие-то, может быть, учебные заведения, где учат печников? Вы знаете, хотелось бы, чтобы учили, но, к сожалению, таких заведений нет. И все-таки самое главное, чтобы приобрести профессию, действительно нужен талантливый, хороший печник, учитель, который все эти нюансы построения печи может показать, рассказать и все это воплотить еще в жизнь. А учебное заведение было бы хорошо. Но, к сожалению, пока это не удается сделать. Вот сейчас молодому человеку реально стать печником? Реально найти себе того, кто обучит всем премудростям? Конечно, это реально. Мастера есть, их не так много. Хотя все-таки, на мой взгляд, профессия несколько вымирающая. Дело в том, что все хотят хорошо жить. Но работать, тем более ковыряться в глине, в саже, это достаточно ограниченное количество людей. Действительно фанатов своего дела. А потом государство так поставлено, что идут профессии, чередуются. То были популярные юристы, то были бухгалтеры. Менеджеры у нас еще. Менеджеры. А сейчас айтишники. И ходят эти мальчики с красными глазами, как у кролика. Ручки, ниточки. А гвозди забивать не умеют. Гвоздь, да, там молоток, он только замахнулся. И вместе с молотком куда-то его внесло. Нет, все-таки печник – это мужская профессия, дающая на самом деле физическое развитие. В том числе потому, что потаскать кирпичи, и раз с 1 до 1,5 тонн доходят, и еще разнести надо. Либо это подмастерям доверяют. Но пока я справляюсь сам. Но ведь это не чисто физический труд. Было бы, наверное, неправильно говорить, что печник – это в первую очередь физический труд. Конечно, физический, но тем не менее надо знать и много чего другого. Например, говорят, может быть, печник и не сформулирует правильно законы физики, но он точно знает, как они работают. Потому что если он не будет знать, печка будет сложена неверно. Совершенно верно. Тяга – это хоть и физика, но все-таки там не по наитию, либо просто так, а-ля, взял, сложил и получилось. Так быть не может. Все-таки на самом деле все до нас уже придумали наши предки. Нам остается лишь выполнять то, что уже было придумано за нас. И, конечно, физическая сила – это понятно, это хорошо, здорово, но мозги тоже должны быть. Куда какой кирпич сделать, правильно сделать перевязку, врезать, поставить печное литье грамотно – это немаловажный фактор. Все знают про русскую печку, а в чем ее особенность? Вот чем она отличается от тех же галантов, шведок, о которых мы говорили? Ну что вы, русская печь, мы из нее все вышли. То есть русская печь – это вкусный хлеб, который неделю не черствел. Это еда полезная, здоровая, вкусная. В ней мылись в этой печи. В конце концов детей делали на этой печи. Если уж не наши там бабушки, дедушки, то прадедушки точно. Да и рожали, говорят. И рожали, да, и все-таки эта кормилица печь давала жизнь. Но у русской печи есть большой недостаток, она больших размеров. И не во всех помещениях это можно поставить. Вот, ну, а галанки-шведки, конечно, это хорошие печки, но все-таки это, так скажем, приготовить, поесть и тепло в доме. Конечно, до русской печени дотягивает. Вот здесь у нас вообще банная печь. Да, это банная печь. В чем ее особенность? Ну, особенно здесь каких-то таких нету. Дело в том, что здесь топливник, там дальше идут камни и бак с водой. И все, это все нагревается достаточно быстро. Дело в том, что печь банная, она делится на две части. Либо это кирпичная, и это надо с утра топить, чтобы к вечеру париться, либо это металл с добавлением немножко хрома. То есть такие технологии сейчас существуют, чтобы ни вело, ни прогорало и долговечно было. Этой печи уже 12 лет. И, слава богу, она служит хорошо верой и правдой. А самое главное, можно приехать в пятницу, затопить, и через 2-3 часа можно идти париться. Это очень удобно. Я так понимаю, печки можно топить по-разному. По черному и, кажется, по серому. Да. Вот чем это отличается друг от друга? Как раз к банной печи это и относится. По черному это были у нас еще времена Допетровские, Петровские. Дело в том, что Петр Первый брал налоги с тех людей, у кого были трубы. И местное население на этом экономило. А банная печь по черному, это есть свой какой-то здесь шарм. Потому что топилась печь, потом все эти угли выгребались, выкидывались, проветривались в помещение, а печка еще не остывала. Человек шел, парился, и это какая-то в этом романтика есть. То есть я пробовал, но сейчас уже можно по-чистому, не обязательно уже налоги не берут с труппой. Можно спокойно себе позволить мыться в лгновенной банной печи. Насколько я понимаю, наши предки печи одухотворяли. Это, в общем-то, был какой-то живой организм в доме. Много примет существует, связанных с печи. Вот знаете ли вы их, и, может быть, работают, не работают? Ну, примет не знаю. На самом деле, как говорили, что печникам помогает домовой. Это я слышал неоднократно. Вам помогал? Были какие-то такие случаи? Вы знаете, думаю, да. Потому что все-таки стихия огня, а печь относится к стихии огня, это такая штука все-таки, это какой-то сердечник дома. И человек, наверное, со злой душой какой-то, ущербный, скажем так, вряд ли сможет что-то путевое сделать. Потому что нести людям тепло, это тоже нужны какие-то душевные силы. Потому что любой труд ты вкладываешь. И очень хорошая отдача, что люди тебя благодарят. А в позапрошлом году случилось так, что мой первый камин отметил 25 лет. И это было просто незабываемо, когда я приехал сообщить тем людям, которым я строил этот камин, что 25 лет прошло. И они были так обрадованы фактом, что я жив-здоров, и что я делаю, и что их камин тоже греет. Это как-то вот, не знаю, второй раз спасибо за сделанную работу получить. Это дорогого стоит. А свою первую печь помните? Да, помню. Что за печка? Печка была обыкновенная шведка. И, конечно, сейчас нет таких материалов. Это просто обыкновенная кирпичная печь. Может быть, достаточно страшненькая, но она все-таки имела хороший КПД. Она до сих пор работает. Я этого человека знаю, встречаю. В общем, проблем с этим нет. Единственное, что может, она выглядит не очень красиво. Но тогда не было материалов. 90-е годы. Печник – это профессия исключительно мужская или все-таки женщины встречались вам среди коллег? Женщины не встречались, но они есть, существуют, несмотря на то, что это тяжелый труд. Но, в принципе, я не считаю, что по гендерному признаку надо тут разделять. Если женщина владеет мастерком, а, кстати, я, например, считаю, что женщина намного аккуратнее, чем мужчина, может и швы затирать, и какими-то малярными работой, даже вот побелить печь, у нее получится лучше, чем у мужчины. Единственное, что ей нужно подносить вовремя кирпичи. И все. А так она может спокойно складывать, и никаких проблем с этим не вижу. Ничуть не хуже у мужчины. Печка называется «Малютка» из-за ее габаритов маленьких, потому что она всего-навсего – 50 на 75. То есть это два кирпича на три кирпича. Но она имеет еще и три канала, на самом деле, что позволяет ее ПГД увеличить практически до 80%. Как ни удивительно это будет сказано, но так оно и есть. Вот такая получилась универсальная вещь. И тепло, и тепло, и кормилица. Поспать бы на ней, но габариты не позволяют. Ну, все достаточно просто. То есть это у нас поддуала, которая регулирует подачу кислорода в топку. Слышно даже по звуку. Это топочная дверца. Тут она со стеклом, которое приходится все равно мыть, потому что тут нет системы чистого огня. Вот топка. Достаточно просторная, то есть позволяет сюда впихнуть достаточно большие грова. До 70 сантиметров сюда заходит спокойно. Плита однокомфорочная. И причестное. Дверца на два канала. С той стороны тоже есть дверца, которую можно использовать даже как самоварник. Но чистить все равно надо. То есть видите, как у нас процесс. Тут и зола. Но я, честно сказать, уже порядка года ее не чистил. Ну и не требуется. Потому что раз печка работает, тяга есть, то нечего лазить. Конечно, газ это очень удобно. Бесспорно. Но тепло от печи, во-первых, оно нормализует кровяное давление. Это доказанный факт. Во-вторых, мысль о том, что ты независим от кого-либо, от того же самого газа, ты в любой момент можешь затопить, приготовить еду. Не замерзнешь, будешь сытый. Это тоже немаловажно, значит. Ну и потом тепло, на мое ощущение. Потому что я много перегробовал отопительных приборов в своей жизни. Все-таки печь есть печь. Хотя, конечно, минус то, что надо заготавливать дрова, топить, определенная грязь сажа, щепки, это есть. Но без этого никак. А что должен знать человек, который решил стать печеньком? Какие, может быть, у него предпосылки для этого должны быть? Какими способностями он должен обладать? Ну, наверное, одно из самых главных – это целеустремленность, терпение. Потому что, предположим, если что-то не получилось, либо какой-то день тяжелый, то человек может сломаться от каких-то трудностей. Здесь нельзя поддаваться какому-либо унынию. И день на день не приходится. Поэтому целеустремленность все-таки и терпение прежде всего. То есть это такой труд, который не сиюминутно. То есть на некоторые изделия можно потратить и недели, и месяцы. И тут, естественно, человек должен вот это все преодолевать. Ну и, наверное, еще умение общаться с людьми и, опять же, терпение. Потому что заказчики разные бывают. Да, это немаловажные факторы человеческие. Но, не знаю, все мы люди, все человеки. Каждому надо находить ключик. И прежде всего, мы же с людьми, понятно, работаем. Но на том этапе, когда идет договор, чтобы обсудить все вопросы, где будет печь, какие критерии этой печи должны соответствовать, чтобы заказчик потом, по прошествии, был доволен. Вот. И все-таки больше обращать внимание не на человека, который ты делаешь, а на печь, с которой ты работаешь. Потому что вот это состояние... Я помню, когда я вторую печь сложил, и достаточно было очень мало времени на ее сооружение. Приходилось утром, рано я приезжал, делал. И я уходил настолько с пятками ныря в работу, что вечером, когда я заканчивал работу, я не мог понять вообще, какой день, что где я, какая-то планета. То есть настолько это увлекало полностью. То есть это какое-то состояние, ты уходишь полностью головой в работу. И, соответственно, уже ни до кого, ни до чего. То есть вот есть работа, ты ее сделал. Это самое главное. Сделал на совесть, сам можешь себя оценить, хорошо ли сделал, либо плохо. Ну, вот так вот. Единственное... Да, кстати, есть такой момент, что минус у печников, все-таки достаточно большое количество знаю, это все-таки алкоголизм повышенный. Да, без этого никак не обходится. И я достаточно долго думал, почему так получается. Ведь у нас не алкоголики идут изначально в печники, правильно? Здоровые люди. Здоровые люди. А печники становятся алкоголиками. Тут, наверное, такая ловушка, что к вечеру, когда ты работаешься, усталость, конечно, очень большая. И если там рынок другой, и человек еще и остановиться не может, то, соответственно, сначала человек любит кирпичи и глину и работу, но любовь к водке может это победить. Поэтому это такая ловушка, с которой надо быть очень аккуратным. Ну, вы модели собираете от тех же самых печей. Я так понимаю, вам некогда, слава богу, этим заниматься? Ну, вы знаете, я считаю, что человек должен быть разносторонним. И меня немножко коробят в этом отношении, когда я приезжаю, и люди так ошарашены, что все-таки образ, что должен приезжать старый дед, небритый, с перегаром, кряхтеть. В валенках желательные, шапки-ушанки, наверное. Совершенно верно. Что вот этот образ, созданный народом, что вот так должен выглядеть. Я не думаю, что этот человек сможет вообще сильно хорошо проработать, потому что здоровье должно быть. А у пожилого человека, у любого здоровья, у женитого, как у молодого. Да, а потом, на самом деле, не только же печами и кирпичами это все в жизнь идет. То есть они мне иной раз и снится начинают, когда-то уже совсем наработался. Все-таки можно и активный образ жизни вести, и куда-то поехать, попутешествовать, сходить. Сейчас такая интересная жизнь. Сел на машину, поехал, либо пешком пошел. Ну, было бы желание, на самом деле. Долгими зимними вечерами, когда совершенно делать нечего, но это я шучу, к большому счету, любая пища, она же должна не только в голове созреть ее устройство, но и лучше все-таки в пенопласте также легче. Ведь кирпич – это порядка 4 килограмм каждый весит. И если это все делать, и вдруг это неправильно, не дай бог, и переделывать никакого настроения не будет ни у заказчика, ни у исполнителя. А потом наши деды, допустим, как делали? Ну, не на пенопластик, конечно, они тренировались, а тем не менее на сухую ряды выкладывали, если что-то было непонятно. Хотя в свою бытность, в молодости, когда изучал печное дело, мы тренировались на ластиках. Они были копеечные, можно было ластиками выложить целую печь. Но все-таки это такая мини-модель, с которой можно потом начинать уже работать и воплощать в жизнь. Модель собиралась порядка двух недель. С заказчиком были обсуждены потом достаточно быстро все нюансы. А вот сама печь с камином возводилась порядка 4 месяцев. А печник, можно сказать, такая умирающая профессия? Или все-таки печки пользуются спросом? Люди устанавливают, делают. Печи пользуются спросом, и хорошо. Есть такой сегмент, как обслуживание печей, то есть чистка, ремонт топливников, каналов, кирпичей. То есть это все востребовано. Единственное, что достаточно тревожно, то, что не идет молодежь в эту профессию. Спрос-то есть. А кто будет, допустим, после меня этим заниматься? Вот такой немаловажный вопрос. Ну, как вы думаете, почему интереса нет? Потому что все менеджеры юристы? Я думаю, что не только. Тут все в совокупности. Во-первых, должна быть какая-то реклама все-таки. Потому что многие по незнанию, что, ну, профессия. Даже вот взять моих клиентов. Каждый второй не знает вообще, что такое печник и чем он занимается. То есть кто-то думает, что хлеб печет. То есть даже такие вот есть вещи. А хлеб печете, кстати? Нет, не пеку. Нет, вот так. Нет, не пеку. Во-первых, у меня те печки, которые у меня, они не позволяют испечь. Вот. И больше скажу, даже мои клиенты, у которых есть духовки, они этим не пользуются. Вот эти тоже вещи утеряны. Раньше в каждом доме хлеб и пирожки пекли. И это считалось нормальным, обыденным делом. А сейчас... Все в магазинах. Да. Электрики можно спокойно на таймер поставить, и тебе и хлеб испекут, и пирожки, и все, что угодно. Ну, а если возвращаться к профессии печника, молодежь не знает, информации немного. Вот только поэтому не идут в профессию? Или какие-то еще есть причины непопулярности, так скажем, у молодежи? Опять же, молодежь сложно винить. Все-таки, на мой взгляд, государство должно развернуть, чтобы работа, труд любого человека, не только печника, это не считалось бы зазорным. Человек работал, получал достойную зарплату, и он был бы нужен. То есть он не метался бы, он не ходил на работу на нелюбимую, получая деньги, это понятно. Но нелюбимая работа, что он может сделать на нелюбимой работе? А тут человек бы себя нашел, реализовал, счастливый человек, создал бы счастливую семью. На этом государство и жиждится, понимаете, а без этого никак. И снизу мы этой вещи не можем достучаться, чтобы верхи могли поменять эту ситуацию. А вот есть какое-то профессиональное достижение, к которому, может быть, все печники стремятся? Или у каждого свое, там, русскую печку, например, собрать? Или, может быть, что-то по индивидуальному проекту сделать? Ну, из достижений, не знаю, выставок было много показывать. Ну, печки русские за свою жизнь порядка трех сложил. Ну, это такие достижения, это и работой добивается. Потому что какой-то пиар на пустом месте, он совершенно не нужен. Потому что можно бить себя в грудь кулаками, говорить, я самый лучший, лучший, лучший. А когда дойдет до дела, смотришь, а ничего не уйдет. Поэтому все-таки работа, вот она дает ту энергию, ту, скажем так, реализованность. Когда ты нужен людям, ты делаешь, видишь плоды из своего труда. И это, наверное, самое главное достижение. Конечно, сейчас в городских квартирах нет печей. Но согласитесь, все-таки печь это что-то такое волшебное, родом из сказки. А сказочного в нашей жизни осталось совсем немного. Давайте это беречь. На сегодня у меня все. Но впереди еще много тем для интересных разговоров. Увидимся скоро на ОТВ. Пока-пока. Субтитры подогнали Симон.